если как бы наличие инъекции использование симуляторов извне не предполагает тяжелого тренинга тогда смысл это вообще тренироваться ходите грубо говоря по улице ноги вас будут здоровыми чистите зубы бицепс будет у вас растянув большому счету сумки с там в багажные кладете скорее всего дельта вырастут всем же понятно что ничего этого не произойдет здравствуйте всем привет меня зовут линдовер станислав сегодня я приглашен был каналом мышц рф и сегодня у нас будет совместная тренировка с алексеем дмитриевым это молодой человек сколько лет 21 21 год от роду который через буквально неделю будет выступать на кубке санкт-петербурга в номинации пляжный бодибилдинг немножко отклонив на спинку нас вот здесь до интересная история те кто будет смотреть и тропе а обязательно те кто будет смотреть и опять же критически оценивать объясняет что как-то он не так делать мы это упражнение с лицем уже выполняли мы искали как раз ту траекторию эту амплитуду эту геометрию движения которая попадает конкретно в него вот так уж получается что не всем подходит одни и те же траектории кто-то тянет чуть сверху да кто-то отклоняется немножко назад тут заводит вперед для того чтобы досократить заднюю дельту он в этом плане уже достаточно опытный координированный это упражнение у нас уже обыграно поэтому если вы делаете как-то иначе но при этом ваше ощущение настолько нас у нас только четкие да то есть тогда не надо перекраивать ничего то сделать это как вы чувствуете мы в нашем случае чувствуем именно вот так поехали но принципиально важно опять же заключается чтобы плечи было как вешалка представьте себе что пиджак висит на вешалке и вы еще одели случайно не забыли снять вот 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 именно так должны себя чувствует чтобы вся нагрузка приходил задний пучок дельты пока с тобой тут делать самому стало жарко я с вашего позволения тоже сниму кофту вот чем тащу тащу стараться написать что в локоть толкаем да 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 как будто бы у нас как будто вы до предплели я всегда говорил как будто бы вот мы имеем вот окончание руки не заканчиваться кистью заканчиваться плечевой кость сюда и мы делаем отведение ровненько назад а четко за 1 дельта да потому что собственно с точки зрения координат это самая сложная мощная группа ты заметил на что например бицепс сгибает руку в локте 30 разгибает ну в общем когда я вижу людей которые говорят что не растет бицепс или трицепс скорее всего не найдена схема тренера потому что технически ну что там делать ну да сгибаем разгибаем когда мы говорим о спине тоже гораздо больше мощный массив я понимаю что там могут быть нюансы да и нужно рассматривать действительно тренировку как она выглядит а с плечами все еще сложнее на то есть поэтому в этом случае нужно действительно научиться включать именно те мышечные группы тем мышечные сегменты которые собственно вот требует как раз прицельного воздействия очень легко вылезть до движения сразу это касается сайте говоря и спины вот тяга гантели в наклоне мы с тобой тему разговаривали что ты берешь там условно там 26 килограмм прямо четко вниз спины 30 и все и ощущение потерялось то есть ты понимаешь что тянешь уже всем чем не попадя рабочие близкие к отказу заметь чем отличается отказ низкоповторный от отказа который выполняется в том диапазоне повторений который мы сейчас выполняем при низкоповторном когда просто истекает запасы гликогена креатин фосфата да то есть ты жал раз пожал 2 3 на 1 задаем здесь начинаешь выключаться потихонечку начинает закисляться до за начинаешь закисляться как раз это является стимулом да то есть когда к тому что вот организм близки к отказу поэтому вопрос следующий добавляем ли мы вес или оставляем чтобы количество тренинг 12-15 постараться сохранить все-таки можно пробовать одну добавить ну давай я не против количество отдыха у нас вообще при вещи давай по-другому рассматривать все-таки отдых тоже не как величина то есть ты же понимаешь твой пульс по окончании подхода естественно он повышается он на чем говорит что происходит в этот момент что как бы не в норме не то что не в норме повышенное дыхание что нам создает вот сердцебиение дыхания ты гасишь кислородный долг ты восполняешь запасы креатин фосфата если бы мы с тобой были лифтерами жимовиками да то есть мы бы дыхали минут по пять потому что в принципе пяти минут плюс-минус до достаточно того что произошло полном исполнении а нам их нужно исчерпать вот чем интерес поэтому есть такая формула которая давным-давно вычитывал стараюсь и придерживаться отдыхаем ровно столько чтобы пульс был ну если мы пульс будем соотносить даст как раз с погашением того самого кислорода долга и восполнением энергетических агентов нашего организма а это состояние покоя плюс 25-30 процентов то есть ты сделал подход условно у тебя пульс 150 станет покоя у тебя 70 отдохнуть до 70 это не здорово значит вы мы делаем плюс 30 процентов порядка 95 там ударов вот где-то должно быть тебя на начало следующего подхода как правило вот если у тебя хорошие выносливо способность к восстановлению обычно вот диапазон минуту плюс-минус как раз достаточно да но сейчас мы не скрываем да сейчас ты используешь в качестве энергетических агентов жиросжигателя и собственно понятно они и стимулируют центральную нервную систему и повышает температуру тела понятно что сейчас тебе восстановить дыхание да то есть полноценно приду чуть больше но тем не менее да все равно будем так или иначе руководств ну ты знаешь было неплохо вот пока сейчас горячий встань и пропорция вот перед зеркалом чтобы посмотреть пропорции вот в той номинации как ты стоишь то есть ты в курсе что скрутку могут запретить то есть позы за скручивание могут запретить ты знаешь ну вот я щас тебе говорю сейчас только что на арнольд классике запрещали все скрутки если у тебя нет узкой талии ну сейчас она есть некоторые за счет позирования очень здорово обыгрывать скрутками да то есть делают там скручивают да встают в этом случае талия стимулина в этом случае причем традиционно пересоревнования обычно определяют как раз регламент соревнований и какие-то там тонкости судейства как раз накануне поэтому об этом скорее всего ты узнаешь на взвешивании но для себя нужно держать то есть отрабатывать позирование как фронтальная да то есть без скрутки так и со скручиванием потому что можно потом выясниться что основной козырь и к сожалению ну-ка давай встанем без скруточки ровнее плечики поешь твоя задача сейчас создать иллюзию легкость тебе легко вот у тебя основные массива плечо грудь широчайший все ты встал вот у тебя ли легко пальчики ровный хорошо живот покажи не надо а у тебя не тогда не надо это идти интимные подробности на самом деле сейчас носит пояс совершенно верно он это делает дело в том что для того чтобы уменьшить ширину талии нам нужно ее каким-то образом привести к так называемой атрофии учитывая то что мы выполняем много упражнений которые включают стабилизаторы это нехорошо да нам нужно все таки вот в той номинации про которую мы говорим иметь узкую талию поэтому на сегодняшний день я абсолютно точно могу сказать что если вы будете заниматься особенно те упражнения которые требуют стабилизации там асимметричной нагрузки да в которой требуется как раз именно очень до до действия косых в этом случае все-таки есть смысл одевать широкий пояс для того чтобы уберечь талию то есть понятное дело что это нужно лишь не всегда но тем не менее есть шанс ее уменьшить на пару-тройку сантиметров дальше мы идем на среднюю дельту я хочу сделать махи махи я хочу что-то делать с фиксацией это очень очень важно объясню почему потому что вот ощущение да то есть когда мы будем делать через одно мы будем делать мах макс фиксации мах макс фиксации чтобы жесткость и глубину придает так называемую сепарацию это важно готов поехали ровненько да то есть вот плечи в меня включена хотя я еще ничего делал я включил широчайшую я повесил у нее для чего для того чтобы зацепить вот самый самый низ да потому что движение должно идти отсюда и движение должно идти ровненько без трапеции просто как тот самый та самая марионетка да у которой гвоздья бит поэтому ровненько мы с тобой дело 1 2 1 2 молодец давай вот более акцентируем не паузу вот туда вот и знаешь интересная история вот представь себе что вот ты хочешь вот вот смотри вот здесь увидишь вот я понял а вот я попытался вот туда выдвинуть вот туда как будто бы я стою в дверном проеме да да и мне вот буквально по сантиметру не хватает чтобы вот туда вот вот даже на плече вот смотри вот и вот я включил вот туда вот туда вот вот туда вот вот туда чтобы туда конечно конечно не прочь не пропущением то я не против а то я немножко не дотягиваю вытянулся хорошо хорошо без передней дельты локоть выше Покатурчик, молодец. Пауза. Молодец. Пауза. Молодец. В сторону раздвинул. И последний двойной. Молодец. Обязательно нужно, чтобы твое плечо, вот обязательно, было деление. Было обязательно, чтобы подсекалось. Потому что просто какая-то даже не оформленная, да, пускай большая, большая дельта, к сожалению, она не смотрится. Она смотрится только в одном случае, когда мы видим разделение задней, вот трицепса, да, средний, бицепс разделяется. То есть именно в этом случае мы можем вот рассчитывать на то, что вот эти основные мышечные массивы дадут как раз ту самую картинку. Но, к сожалению, в зале вот так никто и не делает. Я не одного человека не видел, ты просто можешь это делать. Ну, видишь ли, большая часть озадачена несколько другими целями, задачами. Поднятием веса. Они поднимают веса. То есть это вот совершенно однозначно, на мой взгляд, ошибка. Она продиктована. Причем даже не понимаю, чем она продиктована, потому что на сегодняшний день все больше и больше атлетов говорит о правильном выборе веса. Но в ответ я, ну, или любой другой спортсмен слышит одно и то же. Что, конечно, там, они же там, у них там, не знаю, там, 5-6-7, там, 2 грамма от этой стороны. Они могут и с пустыми руками плечи качать. Ну, это же чушь собачья, да. Совершенно однозначно. Я всем всегда говорю интересную историю на семинарах о том, что если, как бы, наличие инъекций, да, использование стимуляторов извне не предполагает тяжелого тренинга, тогда смысл-то вообще тренироваться. Ходите, грубо говоря, по улице, ноги у вас будут здоровыми, чистите зубы, бицепс будет у вас расти, но, по большому счету, сумки там в багажные кладете, наверное, скорее всего, дельта вырастут. Но всем же понятно, что ничего этого не произойдет. Необходимо, как минимум, создание того самого тренировочного стресса. Если вы в состоянии его сделать 5-килограммовыми гантелями, ну, значит, вы очень здорово координированы. Если вы будете жить в ладах со своими суставами и, скорее всего, не травмируетесь, если вы, основная задача как раз увеличение рабочих весов, рано или поздно за все это придется расплачиваться, скорее всего, травмами. А это, в свою очередь, ну, на мой взгляд, такой, такая дорога в один конец. Поехали. Вот так. Молодец. Не чести, такое движение полное, из растянутого положения. Я вынужден признать, что, к сожалению, многие вещи приходят не потому, что кто-то их сказал в интернете, по телевизору, в журнале написали, а потому, что наступил такой момент, когда ты себе надорвал, оторвал или травмерил какой-нибудь там связь, мышечное прикрепление. И в этой связи, то есть, ты становишься мудрым, но только вот я, в свою очередь, хочу сказать, что, ребята, ну, слушайте, этот путь уже пройден, пройден огромным количеством людей. Если вы думаете, что у вас запас прочности какой-то особенный, там, ну, я не знаю, там, не знаю, тройной, четверной, скорее всего, вы ошибаетесь. Я думаю, что в этом случае этот запас прочности не нужно выбирать. Нужно понимать, что есть здравый смысл, есть какие-то понимаемые цели, задачи, к которым можно прийти без экстрима. Я бы хотел сделать еще переднюю дельту. Может быть? Да, обязательно, обязательно, я именно его и предполагаю. Основная идея, я просто тебе напомню, ты прекрасно помнишь, но, помимо всего прочего, да, мы не просто делаем, да, мы в конце обязательно, вот, да, то есть, вот сейчас вот сжимаем. Да, вот сейчас вот видно, вот передняя дельта, да, то есть, вот как она досокращается. То есть, не просто мах и дожал вот туда, да, кстати, вот сейчас показал неправильно, чтобы ты видел, да, то есть, не вот туда, да, то есть, именно вот, сохранив вот эту общую конструкцию, каркас спины, мы ровненько, да, сокращаем передняя дельта. Мы на согнутых руках пытаемся дотянуться, ну, я не знаю, условно, там, не знаю, до чего, не суть. Твоя задача просто коснуться впереди, там, стенки, зеркало, все, что угодно. Немножко распрямляем, да, в конце? В конце обязательно, да, и опускаем даже немножко на негативе, да, потому что момент будет чуть больше, потому что, да, 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 потому что рука будет чуть прямее, чем при махе вперед. Вот оно, вот оно. Подказ. Ну что, поздравляем, мы молодцы. Ну что, подытожим? Тренировались мы чуть больше часа. Те, кто краем глаза смотрит на часы, заметят, что это было не какой-то монтаж, да, то есть, мы действительно тренировались где-то час пятнадцать. Какая-то максимум было сейчас. Да, не вижу сейчас смысла, ну, и вообще не вижу смысла, да, потому что мне задают частенько вопрос, чем регламентировано время тренировки. Ну, двумя вещами, способность у организма поддерживать необходимое количество энергии, способность центральной нервной системы не включать те самые охранительные функции. Ну, если у тебя у самого масла в башке не хватает, и ты считаешь, что может тренироваться 3, 4, 5 часов, за тебя это сделала центральная нервная система. Она скажет, парень, стоп, ты можешь навредить себе. Да, проще говоря, на самом деле, будем на своих мышцах понимать. Да, совершенно очевидно, да, то есть, опять же, еще раз говорю, что для человека, который не использует никакие стимуляторы, переход той разумной границы во времени грозит только одним. Тем, что твои мышечные волокна, которые мы пытаемся построить, организм будет очень успешно использовать в качестве источника энергии. Да, либо центральная нервная система будет давать сигнал, парень, остановись, ну, мы же, ребята, упертые, нам же все равно. Эффективность тренировки будет снижена, и рано или поздно это кончится перетренированностью. Поэтому мы тренировались час 15 плюс-минус, там, может быть, да, выполнили мы... Четыре упражнения. Четыре, жим сиди мы сделали, мы сделали мах на заднюю дельту в кроссовере, третье упражнение, четвертой махе, пять упражнений мы сделали. Мы сделали пять упражнений на плечи, получалось порядка три-четыре подхода. Диапазон мы сегодня выбрали в формате 15 повторений, ничего не мудрили. Напоминаю вам, что тренировка эта была нацелена на как раз вот на конкретного спортсмена, а не для всех, да, то есть Леша через неделю будет уже на сцене. Очень надеюсь, что он покажет достойную форму. Если вдруг, ну это я тебе говорю, как человек, который начинал с предпоследнего места, если вдруг окажется, что это место, ну, к сожалению, не соответствует тем представлениям, которые были у тебя, ну, нужно понять, что это субъективный вид спорта, раз, во-вторых, возможно, а скорее всего, это зачастую так, судьям виднее, нужно работать, нужно быть безусловно лучшим, для того, чтобы никакие конъюнктурные вопросы не могли помешать. Ты вышел, вышел, встал, тебе супер, ты отпозировал, показал свою форму, порадовал своих поклонников, поклонниц, потом сходил покушал, если Бог даст, хорошо выступить, продолжить там Россию, какие-то другие соревнования, ну и расти, расти во всех смыслах, я имею в виду, не в мышечных объемах, а в качестве, в пропорциях, в своем профессионализме. Спасибо вам всем, что вы потратили время на просмотр нашей совместной тренировки с Алексеем. Я, в свою очередь, благодарю канал Мышцы РФ за то, что меня пригласили. Я впервые на этом канале, надеюсь, не последний раз. То, насколько получилась интересная тренировка, ну, собственно, не было задачи, как-то особенно, как я обычно делаю в своем режиме, что-нибудь такое придумать, чтобы кого-то удивить, потому что это была реальная тренировка с реальным человеком, нацеленная на достижение реальных целей. Еще раз благодарю вас за потраченное время. Спасибо, спасибо, что вы, господа, организаторы этого канала пригласили меня. Я думаю, что, наверное, это не последний раз. С вами был Станислав Линдовер, Алексей Дубряев, Алексей и канал Мышцы РФ. Я еще раз благодарю, спасибо, до свидания, будьте здоровы, ну и позитивов вам. С вами был Станислав Линдовер, Алексей Дубряев, Алексей Дубряев, Алексей Дубровскому!